Проблемы с мусором и в Симферополе. После незапланированного рейда Сергея Аксенова по городу, соответствующих выводов, столичная власть взялась за работу над ошибками. Многие из них, по словам коммунальщиков, носят объективный характер. Контейнеров и спецтехники в Симферополе не хватает. К тому же большинство горожан не хотят платить за услуги и выбрасывают строительные отходы в баки для ТБО. Вместе со столичным главой администрации по грязным точкам города проехался и наш корреспондент Артем Артеменко. Об этом говорили уже очень давно, но реальных рычагов решения проблемы никто не предлагал. Симферополь утопал в мусоре и никак не соответствовал своему столичному статусу. Кто, как говорится, рад свалке? Когда гуляешь с маленькими детьми, переступающими бутылки через мусор. Во-первых, это антисанитария полная, а во-вторых, ну как-то все-таки 21 век. На то, что ситуацию надо спасать городским властям настоятельно намекнул руководитель Крыма. Городу необходима генеральная уборка, причем оперативная. Проезжая по улицам города, в частности по центральной улице Севастопольской, мною были сделаны не самые лучшие выводы о состоянии дела в сфере уборки и вывоза мусора. Ситуацию необходимо кардинально менять. Крымчане должны знать, как в кратчайшие сроки сделать столицу Крыма чистой от мусора. После этого зашевелились все, почистили даже самые отдаленные районы города. Надо отметить, сами горожане тоже добавили коммунальщикам проблем. Взять, к примеру, свалку напротив автостанции «Восточная». Сюда свозят строительный мусор со всех соседних окрестностей, что никак не входит в договор по вывозу твердых бытовых отходов. На жизнь помойки местные жалуются. Да вот только этим все и ограничивается. При начале даже какого-то ремонта человек обязан прийти и заключить договор. Как минимум вызвать нас. Наш специалист выйдет на место, оценит степень этого груза и придет машина, уберется, как это делается в всех цивилизованных городах, например, как в Белгороде. Схема на самом деле универсальная. Цена за вывоз мусора зависит от количества выездов спецавтомобиля. Эффективно работать не позволяют еще и возможности. В Белгороде, который славится своей чистотой, на балансе стоит вот таких вот контейнеров 800 штук. В Симферополе же их всего 50. Тем же, кто хочет решать вопрос вывоза отходов по старинке, предстоит внимательно ознакомиться с законодательством. Наконец-таки принят закон о админнарушениях. Мы будем мониторить ситуацию в честь того, кто нарушает у нас правила благоустройства, в том числе по мусорному накоплению. Соответственно, штрафы, которые будут получаться с людей, которые не соблюдают эти правила, будут идти на уборку вот таких вот стихийных свалок. Физическое лицо до 5000, а юридическое свыше 50, есть и 200 и так далее. В свою очередь и сами люди должны помнить, если договор заключен, а коммунальщики его попросту не выполняют, огромные штрафы и даже судебное преследование можно обеспечить уже им. Артем Артеменко, Алексей Романов, Время новостей.